Девушки отдыхают Либо я прямо сейчас тебя здесь пристрелю, а на вечер, когда все заснут, зарой у себя в огороде Чтобы так было, я тебе яйца бы отстрелил бы, урод Закрой ты рот В ужасную ситуацию попал студент Михаил Санкин Он переспал с деревенской девушкой и был вынужден на ней жениться В ЗАГС счастливый жених шествовал под дулом ружья, которое держал отец невесты Знаете, что они мне сказали? За три дня, говорит, выплать и все Ну я жазью могу, нет, я действительно, я вот, понимаете, вот этим вот-вот не могу за три дня накопить Я очень люблю свою работу За границей пенсионерка почувствовала себя привлекательной женщиной И получила от этого не только моральное удовлетворение, но и заработала на хороший автомобиль Однако из-за высокой таможенной платы не может ввести иномарку в Россию Истец Михаил Санкин предъявляет иск о признании брака недействительным Представитель ответчика Петр Щепков с иском не согласен Утверждает, что брак был заключен на законных основаниях Прошу садиться Санкин Михаил Романович Михаил Романович, что привело в суд? Я прошу вас признать, недейственный мой брак с Катей Щепковой У этой шлюхи хватило наглости Ваша честь, я попросил бы не оскорблять бы Совсем обнаглел, как гулять, так ты можешь по ней, да? А как оскорблять, так и сейчас, да? Готов Теперь она по документу, что же Санкина Я предупреждаю вас о недопустимости нарушать порядок в зале суда Женщина в зале, встаньте, пожалуйста Да, Ваша честь Вы хотите, чтобы я вас удалил? Нет Это моя супруга, Ваша честь Вы кто? Я мать Екатерины, Щепкова Галина Анатольевна Вот будьте добры, присаживайтесь и ведите себя достойно Извини, пожалуйста Иначе удалю из зала суда Рот закрой свой Ты помолчи Отвечу Вы что, не понимаете, что я добиваюсь порядка? Хорошо, Ваша честь Требования я свои предъявляю на основании того, что женился я по принуждению против своей воли А где Ваша супруга-то? Она беременная сейчас А каким же образом я прекращу Ваш брак, если супруги здесь нет? Она предупреждена? А я вам сейчас расскажу, давайте я все по порядку вначале расскажу Ну давайте Дело в том, что я студент 5-го курса Нижнегородской академии сельскохозяйственной академии Нижнего Новгорода Летом 2009 года в июле 6 по 29 число я проходил практику И когда я приехал, вечером пошел на дискотеку, познакомился там с девушкой по имени Катя Она на меня сразу особого впечатления не произвела А что ж ты с ней крутил-то ходил? Ты рот свой закрой Ты сам, ты за... Кроме того, меня смущало то, что многие говорили про нее, что она там знатная давалка Ваша честь, я попросил бы не оскорблять мою дочь Ты козел, эй Слушай, это правда, что ты про она правда-то обижаешься? Ваша честь, это давалка Вот, и... Значит, истец, вы, пожалуйста, говорите правду, но подбирайте выражения Хорошо Если вы еще раз допустите вот такие выражения, я вас оштрафую, причем серьезно Хорошо, я понял Итак, вы просите признать ваш брак с вашей женой недействительным В связи с тем, что вас принудили заключить этот брак Да, именно так Понятно Вот Было дело так, значит Было лето Вечера мне было делать нечего Слушать рассказы о 76-летней хозяйке квартиры, которую я снимал Было просто невыносимо Ну, я так прикинул вариантики Прикинул вариантики по деревне девок портить ходить Симпатичная девчонка на фоне остальных, несмотря ни на что Ну, я подумал и на безрыбье и рак рыба Ну, решил с ней замутить там небольшой романчик Вот, мы познакомились поближе с ней Гуляли по вечерам Ходили на озеро, купались, занимались сексом Вот, ну, я прекрасно себе отдавал отчет Что этот роман закончится тогда, когда и закончится наша практика Моя практика Вот Я ей ничего не обещал Закройте свой рот уже Вот Она об этом прекрасно знала Мы просто получали взаимные удовольствия Вот Как-то раз ее родители вместе с братом Уехали на два дня куда-то за 120 километров в другой поселок Вот Ну, и она позвала меня к себе Мы гуляли долго, а потом пошли к ней Выпили самогонщику Занялись сексом Без этого никак нельзя, да? Ну Ну, он же городской герой Я на подробности просто сказал Вот Выпили самогонщику, занялись сексом Ну, и, знаете, заснули в обнимку с ней На утро, значит, я просыпаюсь И мне колбу приставил двухствольное ружье Катин батя Вот, ответчик Ваша честь И сказал, у тебя есть выбор Либо ты сейчас идешь в ЗАГС и расписываешься с моей дочерью И на завтра мы празднуем Либо я прямо сейчас тебя здесь пристрелю А на вечер, когда все заснут, зарою себя в огороде Если бы так было, я тебе яйца бы отстрелил, бы урод Закрой ты рот Отвечу Вынужден оштрафовать вас на тысячу рублей За нарушение порядка в судебном заседании Извините, Ваша честь Ну, слова-то подбирайте Посмотрите, сколько женщин здесь сидит Ваша честь, вводите в мое положение В положение отца Вошел в ваше положение Понимаем Надо было воспитывать дочь Таким образом, чтобы она не выпивала самогонку Перед тем, как приглашать своих знакомых Продолжайте Я хотел, конечно, возмутиться Но сразу же получил в ребро с ноги От ее брата Васи Ну и все, застремался, конечно Кто бы не застремался Что ты ее любишь? А что ты это сделал, а? Слушай, да помолчи Это что, брат там теперь говорит, да? Да, он самый, тот самый, который мне по ребрам заехал Сидите, молчите Продолжайте И мне ничего не оставалось делать Как пойти под дулом ружья в ЗАГС В милицию я обратиться не мог Почему? Потому что я знал, она мне рассказывала Что ее дядя работает в ментовке То есть это ничего не даст Подождите, но вас же, я надеюсь, в ЗАГСе-то под ружьем не держали? В России же, когда вы подписывали Вы слушаете? Слушаю А жена Галина моя с гранатами сзади шла Да, мне больше делать нечего Жена твоя? Там вся ваша родня шла вокруг Там вся деревня ваша родная Принужит тебя, чтобы ты женил Дело в том, что она надела Приехал тут Катя надела свадебное платье Заранее уже приготовленное А у меня, поскольку костюма не было Мне надели, мне пришлось надеть костюм Заставили меня надеть Костюм Вася, брат ее Ну, оставшийся у него после свадьбы Так Вот И в итоге меня повели Мерки снимали В ЗАГС Вокруг меня окружили ее родственники Чтобы я не сбежал Что он приедет И как предводитель сзади ее папаша Отвечек Предводитель обычно спереди идет А вот нет Он же с ружьем Ему надо было Прям так в ЗАГС и с ружьем Бред какой-то Рассказываешь Ну ничего, человек Вот так вот Ставьте себе Деревни, что с них взять Быдло Ну а почему Послушайте, а телефон-то мобильный у вас есть? У меня все отобрали У меня выбор Меня вот повели Мне ничего То есть вы не могли позвонить Ни родственникам, никому Как вы? Я позвонил Ну хорошо, а на практике вы что В одиночестве там были? Что, не было ваших одногруппников? Да как же не было? Ваша честь Я вам рассказываю Я вам задавал вопросы, а? Извините Я задавал вам вопросы Ваша честь Это все произошло Вот буквально сразу Как бы я что-то кому-то объяснил Ну как сразу? Ствол колбу И дальше Одевай костюм И пошли в ЗАГС Все, так и было Там и вздохнуть даже не мог В итоге меня повели в ЗАГС И он мне говорит еще Я тебя застрелю Если куда-то дернешься А потом мне ничего не сделают У меня брат в ментовке работает Меня оправдают Ну приходим мы в ЗАГС А в ЗАГСе оказывается Троюродная сестра и ее тети работают И нас расписали через 20 минут То есть не дали 2-3 месяца как подумать А как в Лас-Вегасе прям сразу Взяли и расписали Вот И значит на следующий день Мы должны были праздновать Скажите, как вы можете доказать Что вы зарегистрировали брак В тот же день, когда подали заявление? Пожалуйста, вот свидетельство о браке Передайте мне Очень интересно Это все? Нет, вот еще так же Отчет от практики, который я проходил Стажировка тоже здесь Ну передайте все документы И оценки твои там стоят на... Да Пятерка все За поведение Отличный хрен У меня уху какой-то есть Так, ну что было дальше? У тебя поведения-то нету Дальше то что было? Дальше на следующий день начали отмечать Позвали в соседнюю деревню Всех, кого только можно Там все родственники у них там Вот Там народу было куча И мне разрешили сделать один звонок Другу? Чтобы вызвать своих родственников Почти Вот Но поскольку телефон мой отобрали Как уже сказал Вот Мне дал ответчик Папаше Кате Свой телефон Позвонить Под его присмотром И в итоге я ситуацию Не смог объяснить родителям Как она была на самом деле И просто их позвал И дальше значит Они сказали, что приедут На следующий день Эти родственники Мои новоявленные родственнички Отмечали На радостях нажрались И брат с ее папашей заснули Сказины В итоге мне удалось уговорить Поговорить с сестрой Кате Ритой И попросить у нее Чтоб она мне дала Мой мобильный телефон Ну я позвонил, естественно Объяснил отцу ситуацию Как она была на самом деле Он сказал, что Что-нибудь придумает И приедет И выручит меня Вот На следующий день Просто был какой-то ад вообще Это Все бухали Что-то горько орали Мне насколько противно было Подавленное сидело Это свадьба, дружок Свадьба На свадьбе принято орать горько Конечно Свадьба Нашел тоже свадьбу По предупреждению И дальше Все-таки приехали, естественно А отец Он приехал с своими друзьями Выручать? Двое, да Двое друзей из них Были бывшие спецназовцы У них охранное свое предприятие К счастью Отец со своими друзьями Смог меня отбить От родственников Этой шалавы Я тебя предупреждал Я тебя предупреждал Ты гаденыш Ну иди сюда Ух ты урод Выдло деревенское Да, туалет Так Ответчика в клетку Урод Родственников Вон из зала Я тебе дам урода Оно такое Я тебе дам урода Урода Пошли, маманя Я тебе покажу еще Мы еще встретимся с тобой Я покажу тебе это все Скотина такая Далее в программе Знаете, что они мне сказали? За три дня, говорит Выплать и все Ну я же, если я могу Нет, я действительно Я вот, понимаете Вот этим вот-вот Не могу за три дня накопить Я очень люблю свою работу У сотрудников таможенной службы Тяжелая миссия Им надо объяснить Почему закупленный за рубежом автомобиль Гражданину надо уплатить На границе пошлину Размер которой Больше половины стоимости машины Тебя предупреждали Я продолжу, Ваша честь Рот закрой свой, поган Ну и так Сиди уже своей обезьянью Пока вы закройте рот, пожалуйста Ну вот, вернувшись домой Я забыл это все Как страшный сон просто Вот И я проживаю Дело в том, что в квартире Которую мне подарили родители Вот И все было нормально Ну вот, три месяца тому назад Приезжает Катя С чемоданом С вещами И говорит, что я послал отец И что Она, как законная супруга Может со мной проживать И что, себе намерена делать Я сказал Иди-ка ты, езжай-ка себе домой Обратно И мне это не устраивает Такой вариант Вот Но в следующий раз Она приезжает со своим отцом Вот с ним А ваших родственников уже В поддержке у вас не было? Как это не было Или были? Они живут отдельно Я живу в квартире Это случилось все Когда я был на своей квартире Вот И приезжает Значит она С своим отцом В следующий раз Он начинает у меня орать Быковать И говорит, что он Пробил через своего брата Минта Что Я купил машину За 500 тысяч рублей Что является в действительности Вот И что поскольку Я машину Понятно Другими словами Вы боитесь Что теперь Ваша Так называемая жена Будет претендовать На ваше имущество Да Они требуют Они сказали Что они будут требовать Половину стоимости А как ты хотел Понятно Так Меня еще один вопрос Интересует А Здесь промелькнула фраза Что Это Катя беременна сейчас Это правда? Да Это действительно так От кого? От кого? От одного из парней От кого? От одного из парней? Ну вообще У меня есть документы Так Ответчик Ну давайте из клетки А то вы опасны Вот Ружьем угрожали ИСЦУ Угрожал Че смотришь Угрожали ружьем ИСЦУ Спрашиваю У меня даже Ну нету Это какое Ну разрешение на ношение оружия Какое ружье? Разрешение это нет А оружие есть? Да у меня нету в доме Ну в доме оружие Он дебил какой-то Есть оружие Я же говорю Если бы было бы у меня двух столб Я тебе яйца бы отстрелил Урод Так Что у вас там за документы Которые вы хотите У меня есть документ Доверенность на Предоставление Ведение дела Своей дочери Так И справка Женской консультации Что она находится Передайте мне пожалуйста документы Месяца беременности Сколько месяцев беременности? Девятый месяц пошел Девятый? А свадьба когда была? Она решила сохранение в больнице А свадьба когда была? А свадьба была Более семи месяцев назад То есть Зачатие произошло до свадьбы? Конечно Ваша честь Она никак не может быть беременна Он полгода с ней жил Как муж с женой в городе Вот справка которую вам дали Там и которую я А потом по течении полугода Он ее выгнал Я знал что она беременна Еще до того как со мной встречался Она уже была Там стоит дата Девятое число Да ты же урод Сам просил Чтобы дату сделали Когда она беременна 6 числа Познакомился я с ней 7-го Первый секс был 8-го Так тебе сразу дали задним числом Что ты здесь Суд Урод путаешь Ответчик Ответчик Вы заранее приготовили свадебное платье А еще что-то говорите Вы не знали Кому свою Ваша честь Тут наговорить Не можно Уроды Истец Разногласия в числах Это соответствует действительности или нет? Естественно Конечно У меня была практика 6-го По 29-й часу У вас свидетель какой-то есть Конечно Ваша честь Я все-таки сейчас приму меры Чтоб вы замолчали Действенные меры приму Ваша честь Я просто не могу Я выслушал вашу позицию Она мне понятна Пригласите свидетелей сца Свидетелей сца Пройдите Очень коротко Потому что По сути дела Мне нужна информация Здравствуйте Ваша честь Я значит Санкин Роман Антонович Я являюсь отцом Миша Значит По сути Значит Я что могу Вам доложить Ваша честь Значит Я Был удивлен Звонком С практики Миши И его сообщение То что Завтра у него Значит Свадьба Ну я просто был шокирован Ну и тем более Телефон высветился Какой-то чужой Мне сердце подскало Что с ним Вероятно что-то случилось Вот Мы с женой заволновались Ну Стали собираться Тут уже позже вечером Поступил еще один звонок Звонил Мишу Зволнованный Просто Рыдал по телефону И умолял Чтобы мы его забрали Значит Оттуда От этих ненавистных Там ужасных людей И что его там Заставили Расписаться Под угрозой Физической расправы Котеночек слепой какой Заставили Продолжайте Продолжайте Уже А то ты меня Ну не знаешь Как ты меня в подъезде Ну мутузил С сыном Другими словами Другими словами Вы подтверждаете Вы подтверждаете То что Значит он позвонил Уже Значит что попал Он в беду Мы собрались Мне пришлось Значит взять Своих друзей Боевых товарищей Они довольно таки Физически крепкие Ребята И поехать Выручать сына Приехали мы туда В деревню Там Значит свадьба уже шла В полном разгаре Пьяный там Кто-то уже и валялся Там песни пили Кто-то там А ты не пил со мной Ну не целовался Вот артист Я не пил Я приехал За своим сыном Драка была Ну ваше Суд удаляется Для принятия решения Успокойтесь Ответчик Прошу всех встать Оглашается решение суда Судом установлено Что одним из супругов Зарегистрирующих брак Брак зарегистрирован Без намерения Создать семью Поэтому на основании 27 статьи Семейного кодекса Ваш брак признается Недействительным Однако я вам разъясняю Что вы будете признаны Отцом ребенка Так как ребенок Родится в течение 300 дней С момента признания Брака недействительным Поэтому вам Предстоит еще Значительные Судебные Процессы Для призна Для установления Отцовства Решение суда Иск удовлетворить Истец Альбина Коновалова Просит отсрочить Ей уплату Таможенной пошлины И НДС И разрешить Под таможенную расписку Ввести из Венгрии В Россию Купленный автомобиль Ответчик Представитель Федеральной таможенной Службы Российской Федерации Против иска Возражает Прошу садиться Слушание Дело открыто Ваша честь Я Коновала Альбина Егоровна Пенсионерка 62 года Обращаюсь С иском Который Который Заключается В моей просьбе О предоставлении Мне Отсрочки И рассрочки По оплате Таможенной пошлины На машину Мою купленную Порш Каен В Венгрии В размере 156 тысяч 442 рублей 13 копеек Плюс На налогонодобавленную Стоимость В размере 80 тысяч 724 рубля 14 копеек Прошу Рассрочки Почему Почему Дело в том Что я проработала В Венгрии Будучи уже пенсионеркой 10 лет Так И там я выучилась Очень редкой Специальности У знаменитой Международной Учительницы Эдри Швраки Исполнительницы Восточного танца То что называют Во всем мире Танцем живота Не смотрите на то Что я такая Я действительно Умею танцевать Танец живота И я работала Профессионально О чем у меня есть Договоры О чем у меня есть Дипломы И я вообще готова Вам показать Как это танцуется Это очень просто И очень полезно И за это время Ваша честь Я накопила Достаточно денег Чтобы купить Хорошую Мечту моей жизни Машину Порш Каен Солнечного цвета Которую мне Даже со скидкой Уважая мое искусство Продали мне Ценители Восточного танца Они продали мне Его всего За 7 тысяч евро Хотя он В прекрасном состоянии То есть Если в рублях Говорит Это 700 Это 2 тысячи 292 тысячи 25 рублей 3 копейки И когда я приехала И тут Я получила Я стала знаменитой Во всей Венгрии Я выступала В клубах Выступала По всей Венгрии Выступала По Европе Ваша честь Я готова Предоставить документы Вот пожалуйста Договор купли-продажи Официальный На машину Вот На двух языках Все официально Через директор Все документы Передавайте мне Так Теперь смотрите Когда я приехала У меня Было вот приглашение Вот пожалуйста Еще документы Возьмите пожалуйста Вот еще документ О том что меня пригласили В Москву Выступать Не в Москву А в мой родной город Орел выступать Я с продюсером Заключила договор Мы выступали На корпоративах Это вот чеки Да пожалуйста Так вот Мы выступали Везде И я стала Настолько знаменитой Что меня наконец пригласили Не даже не в Москву А в мой родной город Орел И я заключила договор С продюсерами И я хотела приехать Ну человек может Ну что у меня есть Вот мое искусство Мои заработки И машина О которой я всю жизнь мечтала Которую мне просто Ценители Можно сказать Подарили И когда я приехала Я проехала Две Две границы Границу с Венгрией Границу с Украиной И когда я приехала К себе на родину С меня потребовали Двойную практически цену За это Понимаете Ну что может Танцовщица может Станцевать Танцовщица может Ну Спеть Может рассказать О своем танце Но танцовщица Пенсионерка Платить Такую цену Они с меня требуют Чуть ли не В два раза дороже Почти Пятьсот тысяч рублей Вот если посчитать Все это И как же я могу заплатить Значит Меня не пускают Домой Меня не пускают Выступать Меня подводят Меня подводят Не только меня Подводят любителей танца Подводят продюсеров Стоит дело В конце концов Позорят Нашу родину Перед всей Европой Да что же это делается Ваша честь Я обращаюсь к вам Позорят А я могу Позорят Потому что Требуют Чтобы вы исполняли Как и все остальные Граждане страны Закон Да бог с вами Ваша честь Но платить Двойную цену То есть Купил машину И заплати за нее Двойную цену Это пожор страны Это нигде в мире Такого нет Альбина Егоровна Вы только что Сказали Когда Рассказывали о том Откуда взялась Эта машина Что вам эту машину Продали по дешевке Потому что Ваши ценители Потому что знают Что денег у вас Немного Потому что хотели Вам подарок сделать Конечно Я 10 лет копила Значит да Но автомашина Когда ввозится Из-за рубежа То на таможне Она оценивается По специальным документам Ваша честь Две границы С транзитной визой Называется Никто слова не сказал А потому что Эта машина Не оставалась бы В стране Временного пребывания А здесь вы живете Здесь вы гражданин страны Ну не двойную сцену Раз И ведь я же не прошу Изба Освободить меня от уплаты Я понимаю Что государство Должно получать Как вы будете платить Но я могу заплатить Смотрите Как я могу заплатить Вот я сейчас живу Вы меня простите Что у меня такой голос Я просто простужена Я сейчас живу На границе В палатке Мне предоставили палатку Я даже работаю Чтобы сейчас заработать себе На жизнь Я живу в палатке И я работаю Вот здесь у нас Есть замечательные Совершенно Почему в палатке А почему вы не можете жить В гостинице В доме В квартире Да потому что я боюсь машину Там оставить По винтику разберут Меня тут предлагали Оставляй Говорят И езжай домой Ну как я могу поехать домой Разберут Интересно Она будет находиться На закрытой территории Охраняемой Я 60 рублей Плачу в день Значит мне нужно Заплатить за это Заплатить за это Но слава богу У меня есть шикарная Моя профессия Моя любимая профессия И я продолжаю выступать Вот здесь есть Как вы собираетесь платить Если вам будет Предоставлена отсрочка Пожалуйста Я готова У меня сейчас Я вот какую-то Накопила маленькую сумму У меня есть 35 тысяч Из них я сейчас 25 тысяч могу заплатить Как задаток Чтобы оформить Таможенные вот эти документы Да А потом Я буду спокойно Зарабатывать И выплачивать В рассрочку Вот как Я возьму кредит в банке И своим искусством Буду зарабатывать И выплачивать этот кредит Очень даже нормально Даже несмотря на то Что я пенсионерка Я готова себя во всем отказать Но чтобы было все нормально И по-человечески Ведь люди же в рассрочку Покупают Правда Другими словами Вы просите Отсрочить уплату Таможенной пошли Да, конечно Ваша честь И ввести автомобиль Под таможенную расписку Ну конечно Но только не так Как они мне говорили Вы знаете Что они мне сказали За три дня Говорят Выплать и все Ну я же могу Нет, я действительно Я вот Понимаете Вот этим Вот-вот Не могу за три дня Накопить Я очень люблю свою работу Достаточно Спасибо Представьтесь Значит Я Ворон Федор Степанович Я являюсь представителем Федеральной таможенной службы Российской Федерации В данном процессе И могу По обстоятельствам дела Пояснить следующее Да, поясните Да, закон он суров, конечно Но он обязателен для исполнения Всеми лицами И физическими И юридическими В соответствии с таможенным кодексом Российской Федерации Все транспортные средства В том числе и иномарки Вот о которой идет речь Да КН Порш Уважаемого истца Все автотранспортные средства Облагаются пошлиной Так называемой Заградительной пошлиной В интересах отечественного Автопроизводителя Вот Ваша честь Ну какой же может быть интерес Когда в страну деньги не поступают Что касается конкретно Уважаемой Альбины Егоровны Истца То специалистами Федеральной таможенной службы Был произведен Специальный расчет Соответственно И с требованиями закона Исходя из того Что иномарка Ну заплатить две цены Это нормальный расчет Ваша честь Ну честное слово Вы мешаете суду Извините, пожалуйста Значит цифр много Но основные расчеты Вот я могу здесь представить Акциз Это ноль процентов То есть вообще Не требуется оплатить Исходя из расчетной стоимости Семь тысяч евро Стоимость автомашины Порш Каен То есть Девяносто две тысячи рублей Значит необходимо было Истцу оплатить Три тысячи семьсот пятьдесят евро То есть Пятьдесят три процента Стоимости самой машины Или сто пятьдесят Шесть тысяч рублей Пошлины Ну так же взимается Сбор таможенный Небольшой тысячи рублей И НДС Который составляет Больше восемьдесят тысяч Семьсот двадцать Какая общая сумма? Ну и получается Больше трехсот тысяч Значит общая сумма Которая необходима Истцу для оплаты Составляет Двести восемьдесят тысяч Возможно ли Возможно ли Пойти навстречу Просьбе К сожалению нет Ваша честь Истца и удовлетворить Дело в том Что еще раз Я подчеркиваю Что эти пошлины Значит Устанавливаются Правительством Российской Федерации Для защиты Отечественного производителя Ну Ваша честь Ну куда Госдума Смотрит Ваша честь В августе месяце Ведь позорят нас Перед всей Европой Стыдно людям в глаза смотреть Ваша честь Давайте вызовем свидетелей Он посмотрит Что я могу заплатить Мы вызовем вашего свидетеля Давайте сейчас позицию Извините вас Может быть Федеральная таможенная служба Пойдет вам навстречу Спасибо Ваша честь В докладе Минпромторга Российской Федерации Об эффективности Этих самых Защитных пошин Которые было распространено В 2009 году В августе месяце Следует Что в связи с тем Что были увеличены Эти пошины Которые опять же Устанавливаются Не как не таможни А правительством Российской Федерации Резко сократилось Число иномарок Которые возили И сократилось Это число Аж В 17,5 раз Если год назад Год назад Возилось 186 тысяч Иномарок То сейчас Везли Чуть больше 10 тысяч В соответствии с этим Естественно Сократились И таможенные пошины Которые удалось Собрать таможенным органам А почему? А потому что Подняли цену? Сократные пошины Были сокращены В два раза И дело в том Что как ни странно В этом письме Сделаны такие выводы Неутешительные Для ФТК Российской Федерации О том что Якобы таможня Виновата в том Что облегчение Послушайте Вы говорите сейчас Не об этом Итак вы слышали Заявление истца У нее особенный случай Почему нельзя Предоставить Предоставить Отстрочку И дело в том Что об этом Почему-то сознательно Такое ощущение Истец умалчивает Было предоставлено Уважаемой Альбине Егоровне Да Альбине Егоровне Два варианта Вариант первый Она оплачивает Предусмотренный Значит Таможенным кодексом Необходимый платеж На границе 15 процентов Это сумма Около 35 тысяч рублей А оставшаяся сумма Которая составляет 201 тысяча рублей В течение трех Рабочих дней Ну три дня Она оплачивает У себя по месту жительства Безналичным платежом Ну мне что-то скидем На большую дорогу идти Значит Ваша честь Безналичным платежом Либо Так сказать Наличными И вот И в этом случае Так сказать Вся проблема решила Правда Если она не успевает Это сделать В течение трех дней То те 15 процентов Которые она По расписке Уплатила на таможне Они естественно Переходят в бюджет Государства И накладывается Соответствующее пение Пожалел Воков И второй вариант Ваша честь Тоже предлагался Пожалуйста Истцу Значит Машина Правда Оплачивается Трехмесячная стоянка Авансом Сразу Из расчета 450 рублей в сутки Итого На три месяца Эта сумма Будет составлять 40 тысяч 500 рублей И в течение Трех месяцев Пожалуйста Истец состоянии Приехать По месту жительства Пусть не за три дня Пусть за неделю За месяц Животом Или чем еще Она там зарабатывает Будет Трудно сказать Пусть в течение Трех месяцев Она оплатит Если даже здесь В течение трех месяцев Она не успеет оплатить То пожалуйста Продлевается Платится еще 40 тысяч 500 рублей Продлевается Хранение Машины На стоянке На границе На следующие Три месяца Это же грабеж Ну оба варианта Получаются Либо машину украдут Либо меня Пустят Оба эти варианта Истцом были отвернуты Но это естественно Потому что Нормальный человек Не может заплатить Ваша честь А я знаю Что юридические лица Платят себе Спокойно По 10 по 15 тысяч И едут И чего хотят То и делают За любое время Прочите закончить Ваша честь Дело в том Что истец После того Когда ей были Разъяснены порядок Вот представлены Два варианта На выбор Пожалуйста Исполняй любой Она решила Незаконно То ли пополю развеять То ли в землю закопать Конечно Через границу Республики Беларусь Где совершенно Иной порядок Миновав наш пост Покинуть стоянку И вот таким Обходным путем Ничего не платя Можно сказать Контрамбатным путем Пересечь А что мне оставалось Сделать Когда меня ограбить Хотят Мы вынуждены были Слить у нее Из автобака Свои ограбить хотят Вынуждены были Слить из автобака Значит Горючее И надеть колодки Хорошо не на меня Колодки-то На деле А то бы я заработать На жизнь не могла В настоящий момент Машина стоит На стоянке На штрафной И в связи с этим Просим еще раз Убедительно Вот позиция была Разрешена В иске В удовлетворении Иска ИСУ отказать Я понял вас Что Чем нам поможет Ваш свидетель Свидетель докажет Что я платежеспособна Несмотря что Пенсионерка Ну так если вы Платежеспособна Значит вы Пожалуйста Платежеспособна не сразу А как я могу заработать Он вам прокажет И расскажет Пожалуйста Я не имею права Не дать слово Вашему свидетелю Хотя Мне кажется Что ему Пожалуйста Ваша честь Я очень прошу Пригласите Свидетелей ИСЦА Свидетелей ИСЦА Пройдите Пан Богдан Святой человек Мы ни о чем Не договорились Он меня просто Спас Здравствуйте Пан Судья Здравствуйте Меня зовут Богдан Маевский Я Являюсь владельцем Приграничного Бара Вот Дай бог здоровья вам Вы пришли Со своими Напитками Вы знаете Угостить хотите Кого-то Да С этого напитка Собственно Все и началось Мое знакомство С уважаемой Альбиной Это я хотел Вам Дать Чтобы вы попробовали Нашу Очень вкусную Домашнюю наливку Сливяночку Но я не могу Брать взятки Это не взятки Это не взятки Вот это Даже Взятки Даже лекарством Не имею права брать По закону Ай-яй-яй-яй Поясните суду Платежеспособен ли Истец Я начну С самого начала Где-то полгода назад Эта дама Пришла к нам В бар Я видел смятение На ее лице Очень большое горе Я угостил ее Сливяночкой И она мне Поведала свою историю Вот то самое Что вы наверное Сейчас только что слышали Она не могла никак Уехать на своем автомобиле И не могла никак Договориться С таможней Вот Ну в процессе разговора Я узнал что она танцует Танец к живота Исполняет Да-да-да-да И тут же при мне Она залезла на стол И танцевала Все посетители были В восторге Я в том числе И тут же предложил ей Контракт Вот Здесь Трудовой контракт Заполненный Да я вам предоставила копию Вот Так как у меня Предприятие у меня Абсолютно честное Честное И легальное Вот Она мне получает В месяц Вернее в день Примерно 1230 рублей Значит Часть я удерживаю За еду Часть она платит За стоянку И в кармане Остается у нее Примерно 500 рублей В день То есть Работа у меня Она постепенно Может выплатить деньги Нашей уважаемой Таможни Понятно Я на это согласна У пана Богдана Он совершенно Человеческий человек Дай бог ему здоровье И вам тоже ваше честь Примерно за два года Она это Сможет сделать А может быть Вы будучи ценителем Этого искусства Специфического Предоставите кредит Истцу И истец выплатит Таможне эти деньги А потом вернет вам Работы Я уж не знаю Животом Там чем А? У меня к сожалению Таких средств нету Сот удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Уважаемый истец В соответствии с законом Даже работникам искусства В том числе и Танцорам Животом Не предоставляются Никаких льгот Помимо тех Которые имеются Уже в установленном порядке Так вот вам были предложены Два варианта Вы эти два варианта Отвергли Суд не может вам Представить третьего варианта И предоставить отсрочку Вы должны Выполнять закон Так же как и все остальные Граждане страны Вам отказано В удовлетворении требований Потому что они Не основаны на законе Слушание Дело окончено Решение суда В иске отказать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Апилляцию Апилляцию подозим Обязательно Апилляцию подозим Градёж И в Госдуму напишу И Медведеву напишу И Путину напишу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА